Мы готовимся на 23 февраля концерт. Вот программа будет первый раз за этот последний год, прошедший, 20-й, 21-й. После долгих вынужденных каникул артисты Забавы приступили к репетициям. В год они обычно дают по 20 сольных концертов и зарабатывают больше миллиона на билетах. Но 2020-й не дал собрать и десятой части этих средств из-за пандемии. Денег не хватило ни на зарплаты, ни на содержание здания, не говоря уже о ремонте. А ведь постройка нуждается в нем уже много лет. Раньше тут был суд, поэтому о звукоизоляции особо никто не думал. У здания два жилых пристроя, и соседи ежедневным концертом за стеной совсем не рады. Еще и теснота. В хореографическом зале 70 квадратных метров. 28 человек пытаются тут репетировать. И коллективу еще не хватает персонала. Нам нужен звукоджесер, нам нужен зав. художественной постановочной частью, нам нужен водитель, потому что есть автобус. С 16-го года мы имеем автобус, Мерседес, небольшой, микроавтобус. Нет водителя должности штатной единицы. И нам нужен администратор. Решили просить помощи у городских властей и сразу получили ответ. Мы сегодня принимаем решение, делаем передвижку финансовых средств с конца года и даем возможность увеличить количество людей, которые работают в ансамбле «Забава». Взамен коллектив пообещал поднять количество денег и средств, вырученных от платных услуг, которые опять же вернутся на развитие своего собственного ансамбля. Мы все понимаем, знаем, что «Забава» – это наша гордость. Мы с любовью, с радостью видим, смотрим их. В течение года очень много мероприятий они проводят, делают, конечно же. И поэтому, тем более, что юбилейные мероприятия у них в этом году будут. Поэтому мы, конечно же, поздравляем наш коллектив «Забаву». И поэтому надо поддерживать, помогать. Вопросом ремонта здания также планируют заняться в ближайшее время. Плюс для того, чтобы артисты театра могли без проблем репетировать в полном составе, специалисты администрации помогут подыскать дополнительную площадку. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.